Биткоин Когда кто-либо впервые слышит о биткоине, внимание заостряется в основном на одном из его множества интересных свойств. Может быть, вас заинтересует криптография биткоина, или майнинг, или кто же такой Сатоши Накамото, загадочный создатель биткоина. Все эти моменты невероятно интересны, однако они очень быстро отвлекают нас от понимания общей картины, а именно от понимания того, почему биткоин так важен. Это и есть тема сегодняшнего разговора. Биткоин важен, потому что это, возможно, лучшая форма денег в истории человечества. Вероятно, это не так легко заметить по причине молодости биткоина. Может быть, вклад биткоина в денежную систему будет сравним с вкладом TCPIP в сферу информации, однако пока еще очень рано судить так же, как трудно в 1992 году было оценить TCPIP до появления браузера. Тогда требовалось немалое воображение, чтобы представить, как интернет может изменить мир. Одним из способов понять биткоин является рассмотрение истории и роли денег. Андропологи утверждают, что не существует никаких доказательств того, что племена и цивилизации когда-либо использовали бартер в торговле, и это звучит довольно спорно, потому что в школе нас учат обратному. Сначала люди использовали бартерные сделки, а уж потом из-за их сложности изобрели деньги. Так вот, это неправда. Период с примерно 100 тысяч лет назад по 25 тысяч лет назад торговля шла примерно так. Каждый в племени знал, что ты, например, убил большого бизона. Люди приходили и говорили, «Эй, ты же не собираешься съесть этого бизона целиком? У тебя останется немного мяса и мне». И тут уже ты решаешь, кому дать мясо, а кому нет. Тебе придется помнить, кому ты дал мясо, потому что ты рассчитываешь в будущем получить некоторую плату за это. Это очень субъективная система, но именно так торговля и осуществлялась. Люди ходили с этими субъективными списками учет в голове, кто и что им должен, и надеялись при этом, что должники, в конце концов, по справедливости расплатятся с ними. Очевидно, что это невероятно субъективная система, но наши предки использовали ее на протяжении долгих 75 тысяч лет, по крайней мере, дольше, чем любую иную систему до тех пор, пока некто очень умный не придумал новую технологию, нововведение. Однажды он попросил у соблеменника немного дров и предложил использовать новую технологию расчетов, дав ему в обмен на дрова несколько бусин. Поначалу соблеменник сказал, что ему не нужны бусины, на что получил ответ. Неважно, нужны тебе бусины или нет, мы собираемся использовать их, чтобы было легче отслеживать свои долги, чтобы нам больше не приходилось их субъективно помнить. Теперь достаточно иметь бусины, чтобы понять, сколько тебе должны. Эта технология невероятно быстро набрала популярность из-за сравнительно небольшой промежуток времени, лет в 200. Стало практически невозможно найти какие-либо племена или цивилизации, которые не имели бы объективной системы учета. Одни выбрали соль, другие использовали камни или ракушки, разнообразные формы в качестве средства взаиморасчета в своем племени. Антропологи даже утверждают, что, зная условия жизни племени, можно легко догадаться, что именно население использовало в качестве денег, поскольку самым важным качеством этого объекта всегда будет его дефицитность. И это не мудрено, ведь если мы будем использовать для ведения учета нечто распространенное, как, например, листья деревьев, то любой легко сможет сорвать их и создать фальшивые задолженности, получив личную выгоду за счет других. Поэтому дефицитность – самый важный атрибут средств взаиморасчетов, необходимый для ведения учета долгов. Вообще, существует пять важных атрибутов при выборе единицы учета. Она должна быть износаустойчивой, транспортабельной, делимой, узнаваемой и однородного порядка. Система начала функционировать и работала действительно хорошо на протяжении примерно 20 тысяч лет, в период с 25 тысяч лет назад по примерно 5 тысяч лет назад. Примерно 5 тысяч лет назад племена начали торговать между собой, и возникла необходимость в новой универсальной единице учета, иначе как поменять бусины одного племени на ракушке другого? В качестве такого универсального средства стали использовать золото. Это было удобно, так как этот металл был дефицитом для всех, его было легко перевозить, и одном его износаустойчивым, делимым и узнаваемым, также однородным. Этим коротким, но интенсивным курсом истории денег, я хотел проиллюстрировать три крупных мифа, потому что если вы верите в них, вам будет трудно правильно понять функцию денег, и почему биткоин имеет огромное значение. Первый миф заключается в том, что появлению денег предшествовал бартер, хотя по факту они возникли из необходимости вести учет долгов. Второй и, вероятно, самый большой миф в том, что деньги чем-либо подкреплены, хотя по факту они никогда не были и не будут подкреплены чем-либо. Это всего лишь система учета. Раньше доллар был подкреплен золотом, сейчас ничем. Но по правде говоря, это подразумевает, что золото тоже подкреплено чем-либо, или само по себе обладает внутренней ценностью. Правда в том, что золото не обладает внутренней ценностью, его лишь используют в глобальной системе учета, и ему присуща дефицитность. Мы используем его для изготовления драгоценностей, потому что это редкий металл, он символизирует богатство и власть, а не потому что он красив. И это одно из самых распространенных заблуждений по поводу денег. Они всего лишь помогают в системе учета, они не несут в себе ценности. И третий миф – деньги существуют, потому что государство их создало и поддерживает. Правда такова, что деньги существуют гораздо дольше государства и будут существовать всегда, пока люди будут взаимодействовать между собой. Они помогают удовлетворять самые базовые потребности общества. Нам сейчас трудно понять важность золота, потому что сейчас общий денежный учет ведется не с его помощью, а с помощью американского доллара, и до него на протяжении пяти тысячелетий у нас были резервные валюты, такие как португальский, искуда, затем испанский, французский, голландский, британский фунт, и сейчас доллар. Все они были или являются универсальными средствами учета, но ни одно из них и близко не было так хорошо, как золото с его способностью сохранять ценность. Если у вас в 1800 году было 100 долларов, которые вы положили бы на свой счет, а это, к слову, достаточно большая сумма денег, ведь в те времена она составляла больше годового дохода среднестатистического человека, и сегодня, спустя столько времени, у вас так и осталось бы 100 долларов. А если бы вы тогда вложили их в золото, то сейчас вы имели бы сумму, как раз превышающую годовой доход. И у нас нет аналогов золота от чего-то, что так же хорошо могло хранить свою ценность. Невероятно, что лучшее средство учета, что нам удалось отыскать, вещь настолько примитивная. Мы тратим миллиарды долларов, чтобы выкопать его, а затем мы снова прячем его в сейфы под землей. Изумляет, что при всех технологиях, которые у нас есть сегодня, это единственный предмет, используемый нами для финансового учета. Мы не доверяем людям, банкам, компаниям, государству, мы доверяем чему-то, что и является дефицитным. Качество, которое делает золото таким удобным для ведения учета, его дефицитность, а также делимость, транспортабельность, износа устойчивость, повсеместная известность и однородность. Около пяти лет назад, в начале 2009 года, был создан биткоин. Это универсальное средство учета, которое функционирует как цифровые деньги и очень похоже на золото. Вам не нужно доверять кому-то, людям, компании, банку или государству. Если сравнить биткоин с золотом, то он намного лучше драгметалла по всем параметрам. Действительно намного. Впервые за пять тысяч лет у нас появилось нечто настолько превосходящее золото. Важнейший пункт превосходства – ограниченное количество биткоинов. Их количество никогда не превысит 21 миллион штук. Это идеальный математически созданный дефицит, которому можно доверять. Что касается золота, то его ежегодная добыча составляет порядка двух тысяч тонн. Что касается делимости, каждый биткоин делится на миллион частей, битов. Один биткоин равен миллиону битов. Делить очень легко. Мобильность также очень важна. Если я хочу совершить транзакцию с кем-либо в этой комнате с помощью доллара или золотой монеты, это очень легко. Я могу подойти и дать вам доллар, и вы его возьмете. Мы совершим транзакцию между собой, без участия третьей стороны. Но если мы захотим совершить транзакцию с кем-то удаленным, нам потребуется посредник-гарант. Это и было основной проблемой. Именно это послужило причиной возникновения банков и всего того, что сегодня с ними связано – кредитных карт, платежей и прочего. Чтобы совершить транзакцию, нам необходимо доверять посреднику. Биткоин отличается тем, что с ним можно свершить транзакцию с любым человеком на планете в режиме реального времени, без комиссии и участия третьей стороны. Просто подумайте об этом минутку. Мы можем прямо сейчас по скайпу позвонить кому-либо в Джакарту в Индонезии, вывести его на экран. Мы сможем увидеть и услышать его, а он у нас. После разговора мы захотим отправить ему один цент, что, кстати, должно быть вообще легко, учитывая все технологии и простоту, с которой мы организовали этот звонок. Но когда мы решаем отправить ему этот цент, то вдруг понимаем, что это попросту невозможно. Есть несколько путей послать такую сумму в Индонезию, но каждый из них будет стоить минимум 50 центов и займет минимум 3 дня. А порой такая операция может обойтись нам и более 50 долларов, потребовать больше недели. С биткоином вы можете переместить 1 цент или 1 миллион, и это будет дешево и быстро. За 5 тысяч лет мы впервые имеем нечто, превосходящее золото по всем параметрам. Три функции денег в нем в полной мере выполняют свои функции. Накопление, платежи, ценообразование. В данный момент большинство людей используют его как средство накопления. И значительно реже биткоин используется для платежей, поскольку только 10 миллионов людей имеют эту валюту, и совершать транзакции можно только с ними. Люди хранят биткоин, потому что верят в него и хотят в него вкладывать. Еще одним плюсом биткоина является то, что вам не нужно спрашивать чего-либо разрешения на его использование. Если вы хотите купить этой валюты, то просто делайте это и храните ее у себя. Да, пока что относительно мало людей, использующих его, но со временем, я думаю, их число будет достаточным, чтобы сеть превратилась в платежную систему естественным путем. Однако сейчас, я думаю, мы находимся на этапе первых лет, когда люди используют его в основном для накопления или просто ради интереса. Итак, когда биткоин станет платежной системой и когда его начнут повсеместно использовать для платежей, он естественным образом начнет участвовать в ценообразовании, станет расчетной денежной единицей. С момента запуска биткоина в 2009 до 2011 он не был популярен. Серьезный рост начался в 2011. Этот график несколько устарел. Сейчас владельцев биткоина уже около 7 миллионов. Каждый день биткоины впервые покупает от 20 до 100 человек. Биткоин, может быть, является самым важным общественным экспериментом, проводящимся прямо сейчас. Он не заменит национальной валютой, да это и не обязательно, но, вероятно, станет международной валютой интернета, естественной интернет-валютой, которая не существует на сегодняшний день. Биткоин, вероятно, будет мощнейшим шагом в сторону демократизации денег. Потому, я думаю, стоит следить за развитием событий, связанных с биткоином. Большое спасибо. Больше интересной информации о биткоине и свежие новости на сайте bitnovosti.com Подписывайтесь на наш канал, рассказывайте друзьям.